Вдруг пришла такая мысль, она просто пронзила, ведь люди посягнули нас самое святое, Вдруг распят спаситель. Второе лицо Святого Троица, дворец, мы читали, вы слышали, что тот, кто манное питал в пустыне Иудеев, Они пролили кровь Его, и мне стало страшно, ведь они посягнули на Творца, они посягнули на Того, Кто их сотворил. Но есть ли большее безумие, но какая же эта великая любовь, мы не можем мстить. Сейчас свершилась тайна нашего спасения, страшная тайна, великая тайна, которую мы сможем познать только тогда, Когда мы разрешимся плоти и придем в вечную жизнь. Вот тогда мы узнаем всю тайну голгофской жертвы Христа, голгофской Его любви. И вот эта любовь была распята. Эта любовь пролила кровь ради нас. На что же посягнуло человечество? Да как же это страшно! Конечно, такого не может повториться, Потому что это было бы просто невероятно. Человечество в полной мере должно осознать, Что Господь пришел пострадать и пролить кровь за всех, За всех нас. За грешный этот мир. За каждого из нас с вами, каждого грешника. Мы не имеем тех добродетелей, чтобы быть достойными этого. Никто не достойный. Если кто-то думает, что Бог не испытал этих страданий, Нет, это безумие, так думают. Самые страшные страдания Он испытал, Воплотившись и став человеком, спасителем мира. Страшнее страданий трудно придумать. Ни один человек не испытывал того, что испытал. Ради нас и нашего, ради спасения, Нас, грешных, испытал Господь. Как мы должны быть благодарны Богу, И как мы должны страшиться того, Чтобы не стать нам распинателями, Чтобы не судить. Потому что осудимся тогда мы, Осудимся навсегда, И навсегда, И навсегда лишимся блаженной вечности с Богом, Ибо не каждый, говорящий мне, Господи, Господи, Внидит царство мое, Сказал Господь. Но только тот, кто подражает Богу. И страшно еще, Чтобы не наследовать участь Иуды, Который был, казалось бы, равным Вместе с учениками, Шел вслед за Господом столько времени, Но не смог побороть в себе Злое начало, Зависть, Корысть, Вот что страшно. Еще раз повторяю слова святых отцов, Выгода погубит мир, Корысть, Вот что страшно. И что случилось с ним? Он в безумии своем Пошел и потребовал деньги за предательство, Не просто так, Но и тут корысть. Возобладал он, Пошел и сказал, Что мне дадите, Да предам его. Ох, как страшно. И что? Получил он эти деньги, Тридцать серебряников, Большие деньги, Потому что в центре Иерусалима Можно было землю купить на эти деньги. Но, Что дальше произошло? Как сказано, Он шаг удавиться. Почему? Раскаялся, Но не пришел ко Христу. Потому что корысть Его уничтожила. И отошла благодать Божия. Ведь на каждом из нас Благодать Божия. Каждый из нас Держится в этом мире Только благодатью Божией. Но если эта благодать отходит, Как страшно человек Страдает. Никакой радости ему уже ничего не принесет. И поэтому, смотрите, Он Он повесился, Давился. И это было даже раньше, Чем распяли Христа. Он Отказался от Христа. Он не захотел вернуться, Покаяться. Он не захотел раскаяться О своем грехе, Потому что понимал, Что эта беда Его не оставляет. И он Не со Христом остался, А со своим Корыстолюбием. Остался С дьяволом Навсегда. Дорогие мои братья и сестры, Господь Сейчас Нам дает Великую Милость Вместе с Ним Взять Свой крест И Вместе с Ним Встретит Его Воскресенье. Очистим Свои души. Очистим От обид, От зависти, От злобы, От корысти, От ненависти, От всего Того, Что нас Удаляет От Бога. От всего Того, Что нас Делает Непричастными К Христовым Страданиям. Лучше мы Донесем Свой крест До конца И скорби, И болезни, Но мы Не отречемся От Христа И от Христа. И вместе с Ним Войдем В вечное Селение Божественное. Мы будем Мы будем Плакать И сетовать О своем Окаянстве, Но не Предадим Христа. Мы будем Любить Ближнего, Как самого Себя. Желать Ближнему Того, Что мы Желаем Себе, Наипаче, Спасения. Желать Того, Чтобы в Царстве Небесном Увидеть Всех, Чтобы Чувствовать Себя Последним И только Готовым Последним Войти В Царствие Божие, Если Войдут Все Мои Близкие, С которыми Я был В этом В этой Едоле Плачевной В этом Мире. Вот Тогда Мы Будем Подобны Христу. Вот Тогда Мы Пойдем По Его Пути, Взявши Крест Свой И Не Озирается Назад. Аминь. Спасибо.